Здравствуйте! В эфире Субония. Информационная программа Вести Карачаева Черкесия. С вами Руслан Джукаев и коротко о главном. Они закладывают фундамент здорового поколения и воспитывают именитых спортсменов. В России отмечается День физкультурника. Служба как призвание. Каков путь от детской мечты до начальника инженерной службы Росгвардии в нашей постоянной рубрике. Набрать 100 баллов на едином государственном экзамене может каждый. Как этого досичь и настолько ли это легко, расскажет гость нашей программы. Сегодня День физкультурника. Мастеров и любителей спорта с профессиональным праздником поздравляет глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Карачаева Черкесия – родина многих знаменитых спортсменов, чьи имена известны далеко за пределами региона. Даже в самые сложные для нашей страны времена лихолетия, перестроек кризисов, когда не было достойной базы для занятий спортом, на пьедесталы престижных соревнований восходили наши земляки. Сейчас же, когда Карачаева Черкесия сделала значительный рывок в развитии спортивной инфраструктуры, мы надеемся, что вырастет новое поколение именитых спортсменов. Убеждены, высокие достижения начинаются не только с профессиональных залов и фоков, которые в нашей республике за последние годы построены немало, но и с детских спортивных и открытых универсальных площадок, школьных спортзалов и воркаута. Именно здесь закладывается привычка к физической активности, любовь к занятиям и, по большому счету, здоровье нации. Участие в федеральных программах и реализация региональных позволяют нам шаг за шагом выполнять важнейшую задачу в этой отрасли, обозначенной главой государства. Это создание доступной, удобной и качественной спортивной инфраструктуры. Радует, что к активному досугу к спорту приобщается не только молодежь, но и люди самых разных возрастов. Не только профессиональные спортсмены радуют своими успехами. В Карачаево-Черкесии уже второй раз проходит фестиваль мировых рекордов. В Дамбайе трое показали лучший результат по приседанию, поднятию гири и подтягиванию. Традиционное мероприятие организовал известный спортсмен и силач, рекордсмен Марат Узденов. А в Черкесске установлен мировой рекорд пожарки карачаевских хачунов, которые являются одним из популярных, почитаемых гурманами блюд на Северном Кавказе. Участник фестиваля Азамат Джамбаев пожарил картофельные хачуны в количестве почти полторы тысячи штук. А также в столице Карачаева-Черкесии приготовили 136-килограммовое карачаевское блюдо «Бышлак-Пещерген», чем установили мировой рекорд. Сегодня будет новый мировой рекорд установлен по приготовлению хачунов именно карачаевских, по нашим традициям, обычаям. И хотим до вечера успеть пожарить около двух тысяч хачунов. Это будет новый мировой рекорд. Это не последний этап. Я надеюсь, еще у нас будут этапы. Пока точно не могу сказать, какие, но есть идеи. До 12-го числа буду принимать рекорды. 12-го числа в Эдельвесе в 17.00 начнется мероприятие, в котором будем вручать сертификаты рекордсменам. Изначально идея и цель была такая, чтобы накормить побольше людей, побольше нуждающихся людей, чтобы сделать благое дело. Больше, чем рекорд, в моем случае и благое дело, а в случае будущего рекордсмена – рекорд. Служба как призвание. Молодой, активный начальник инженерной службы управления Росгвардии по Карачаевой Черкесии капитан Владислав Шестаков является одним из грамотных специалистов в своем деле, который является примером для многих молодых военнослужащих. О жизненном пути молодого руководителя военного подразделения подробнее в нашей регулярной рубрике «В гостях у Росгвардии». Добрый день, дорогие телезрители. Я рад вас приветствовать в нашей телевизионной рубрике «В гостях у Росгвардии». Сегодня мы расскажем о молодом активном военнослужащем Управления Росгвардии по Карачаевой Черкесской Республике и узнаем о том, что побудило его стать военным. Начальник инженерной службы управления Росгвардии по Карачаевой Черкесии капитан Владислав Шестаков, несмотря на свой молодой возраст, выполняет на отлично все задачи, поставленные управлением. С самого детства он мечтал стать офицером, вспоминает мать Владислава. Особенно на это повлияло его участие в патриотическом клубе в школьные годы. Мам, я хочу стать военным, я хочу стать офицером. Я говорю, как ты хочешь стать офицером? Посмотри, тебя там со школы выгнали, ты же хулиганишь там. А он, мам, я хочу стать офицером. Вот ты знаешь, я вот понял, я, наверное, все-таки патриот нашей Родины. Мне очень интересна история. Я прочитала много книг о Великой Отечественной войне, и мне вот хочется узнать чего-то большего. И он пошел в какой-то патриотический кружок, в котором он пропадал в 9-й, 10-й, 11-й класс. Он ходил на стрельбище, в каких-то играх участвовал, где-то играл. И опять у нас получалось, что он стал пропускать школу. В общем, в принципе, по тому же кругу. Учился он хорошо, но были пропуски. Были пропуски, теперь уже связаны с тем, что он пытался научиться хорошо стрелять, хорошо бегать. Хорошо прятаться, наверное. И в конце 11-го класса мы сдали документы в военный институт. Там были тоже свои сложности, но нам пошли навстречу. И после того, как уже стал сдавать экзамены, результатов ЕГЭ не было, отдали аттестат и отправили в Министерство обороны. И в день, когда у него был выпускной, на следующий день, получается, после выпускного, позвонили своим командой и сказали, в связи с тем, что у него хорошие знания по физике, по математике, в Министерство обороны решили отправить его в Тюмень. Основные задачи подразделения, которым руководит капитан Владислав Шестаков, это организация и осуществление в целях создания необходимых условий для поддержания постоянной боевой и мобилизационной готовности войск. Все свои навыки Владислав приобрел, проходя обучение в военном училище в Тюмени. Сам военнослужащий отмечает, что трудолюбие и стремление к своим целям является главным для каждого военного. Выбор профессии был, скорее всего, спонтанный, так как я поступать ехал вообще в московское командное училище, но это был 2010 год, Сердюковщина, как называемая, то есть набор был маленький, там 6 человек было на место. Мне предложили поехать в Тюмень, так как там набиралось 47 человек. И это был большой шанс поступить, исполнить свою мечту, и тем самым я поехал в Тюмень и стал инженером военным. Для меня всегда было интересно изучать историю моей страны и служить во благо моего отечества, отмечает капитан Владислав Шестаков. Сегодня в его семье по стопам Владислава пошел его младший брат, который также сейчас поступает в военное училище. Важно быть внимательным и ответственным для офицера, чтобы был порядок и качество службы. Сегодня капитан Владислав Шестаков для многих молодых ребят является примером активного и грамотного специалиста своего дела. Ну что ж, на этом наша рубрика подошла к концу. Вам, дорогие телезрители, я желаю удачных выходных и до новых встреч в эфире. Какая будет погода в эти выходные, поведают нам синоптики. Субтитры подогнал «Симон» Сдать ЕГЭ на 100 баллов возможно. Это доказал школьник из Карачаева Черкесии Аслан Глов и многие его сверстники. Алан набрал по русскому языку максимальный балл и считает, что на это способен каждый ученик, если, конечно, приложить усердие. Секретом своего успеха Алан поделился с Асланом Гирюковым. Здравствуй, Алан. Расскажи, пожалуйста, нашим телезрителям о том, как сложно проходила подготовка к ЕГЭ. Подготовка длилась от два года, десятый и одиннадцатый класс. Но в целом самим русским я занимаюсь с пятого класса. И все это время, помимо школы, я ходил к одному и тому же репетитору, это Семенова Фатима Ухтарова, благодаря которому я получил столь высокий результат. Хочу сказать ей большое спасибо и пожелать ей побольше стобальников. У нее, кстати, в этом году все ученики 90+. Изначально, когда я занимался, мне учительница говорила, что мы идем к 100 баллам. Но в 100 баллах нельзя быть, так сказать, стопроцентно уверенно. Вообще, я рассчитал на 90+, но получилось 100. То есть, самое главное, начальный настрой, да, к которому ты хочешь подготовить? Да. А вот твои первые эмоции, когда ты увидел результат, кто-то чувствовал, что твои близкие чувствовали? Вообще, первым я увидел результат. В тот день я смотрел, смотрел, но результат не появлялся. И когда у меня в тот день шли занятия по химии, онлайн были занятия по химии, которые у всех ЕГЭ. Я услышал, как плачет бабушка. Ну, вышел спросить, что случилось. Она говорит, у тебя 100 баллов. Расскажи, пожалуйста, телезрителям какую ты выбрал профессию. Медик. А конкретнее, наверное, стоматология. И вообще, врач – это такая профессия, которая нужна людям, востребована. Сейчас найти хорошего врача – это редкость. И просто хочу постараться стать хорошим врачом. Насколько был сложен экзамен по химии? Ведь в последнее время многие люди говорят о том, что задания по химии были намного сложнее, чем за предыдущие годы. Задания по химии, вот увидев все, что пишут о них, в основном поток я писал 16 июля, а я писал 24, так как мест не хватало, и нас принесли на резерв. И увидев то, что писали люди после 16-го числа, я как бы испугался, потому что готовился, как все. Все такое. Но на самом экзамене не было ничего такого, чтобы бояться. Было все вполне решаемо, было все то, что мы проходили. То есть подготовка была сложнее, чем сам экзамен, да? Нет, экзамен был сложный, но если готовится, то можно спокойно его написать. Но он был не настолько сложным, как о нем говорили. Как пандемия коронавируса отразилась на том, как проходил экзамен? COVID-19 в целом, на саму подготовку он повлиял, скорее всего, больше морально. То есть все ученики готовились к экзамену сдать в конце мая, там в начале июня. А вот эти переносы экзамена на неопределенные сроки морально уже давили на учеников и на учителей, конечно, тоже на родителей, на всех. Дистанционное обучение – тоже нелегкая вещь. Учителя, педагоги, ученики с тобой согласятся со мной, что это сложно, это в сто раз хуже, чем очная подготовка. Самое главное – это, наверное, распределить время, правильно распределить время. Оставить все увлечения на потом, потому что из-за них может пойти все, к чему шли выпускники и так далее. Ну, ребята, ну, под хвост, коту под хвост. То есть если поставить учебу на второй план, думая то, что раздам, справлюсь, все же дают как-то, то тогда не получится. Главное – правильно распределить время и заняться этим серьезно. Еще вопрос, который у меня уже будет. Какую роль играла в своей подготовке, поддержке твоей семьи и близких? Ты больше сам себя мотивировал или семья тоже идет в культуру? Безусловно, семья приняла ключевую роль. Они поддерживали меня и будут поддерживать. Несмотря на какой бы я результат не взял бы. Отдельно хочу сказать о своей бабушке, благодар которой я получу, скорее всего, такой результат. Потому что она с первого класса вот гоняла меня, заставляла учиться. Не все дети любят учиться, но как бы заставила полюбить учиться. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин